Курорты Крыма готовятся к началу нового летнего сезона. На полуострове разрабатывают новые туристические маршруты и оздоровительные программы. Отели, думаю, чем удивить гостей. Отдых в Крыму становится все популярнее. По данным власти республики, в прошлом году на полуострове отдохнули на 20% больше туристов, чем в 2015. За три года, которые прошли с момента воссоединения региона с Россией, значительно вырос уровень сервиса. Многие отели теперь работают круглый год. Появилась система «Все включено». Что такое современный отдых в Крыму, увидела Алена Евтикова. В основном гости по территории передвигаются на электромобилях, так как территория довольно большая, порядка 20 гектар. Экологичность, уют и уединенность – отличительные черты этого места. За последние пару лет десятки наград признанят российских и иностранных специалистов. Об уровне отеля говорит его класс. Оценку гостиниц по уровню комфорта, кстати, ввели с возвращением полуострова в состав России. Количество звезд – это отличная подсказка туристу. Свои пять резиденция получила в числе первых. В межсезонье у нас загрузка не сильно отстает от загруженности в период летнего сезона. Когда море холодное, для отдыха бассейны с подогревом. Курорты Крыма принимают гостей теперь круглый год. За прошлое здесь отдохнули больше пяти с половиной миллионов человек. Некоторые гостиницы работают. По системе «Все включено», как здесь, в Ялте. Приток иностранных гостей пока не велик. Санкции вставляют палки в колеса бизнесу. Но это и стимулирует искать новые решения. Как здесь – включить в турпакет десятки экскурсионных программ. А в Крыму действительно есть на что посмотреть. Александр и Ирина Федюк уже и в горы поднимались, и в пещерах бродили. Сегодня новое приключение. Сегодня мы планировали попасть в Диамиржену. Наверное, пойдем по Царской тропе. Крым есть Крым. Это красота. У нас еще ни одного цветочка не расцвело, ни одного листочка не вылезло. А тут просто красота. Мы просто дышим. На полуостров едут не только за впечатлениями, но и за вкусами. Большую популярность набирают так называемые гастротуры. Из традиционного и узнаваемого, конечно, здешнее вино. Новыми брендами в скором времени могут стать домашние крымские сыры и устрицы, выращенные в Черном море. В распорядке не значится, но гастрономические экскурсии всегда почему-то начинаются с фото. Запечатлеть красоту, потом уже вкусить местные дары. Гурманы оценят отечественный продукт. С тарелок он разлетается за считанные минуты. Раньше были ориентированы на импортные сыры, но так как в связи с санкциями нам пришлось переформатироваться, мы теперь начинаем поддерживать фермеров. Получается своеобразный крымский деликатес. Новый импульс в развитии получил и этно-туризм. Чтобы понять культуру разных народов, лучше сразу в гости. Хозяйка Алиме и бурму с тыквой крымско-татарскую скрутит. И искусно вышит красивейшие национальные узоры. А в это время супруг занят гончарным делом. Огромное количество людей, которые хотели бы приехать в гости, посмотреть, приобщиться к культуре, узнать о ней. И для этого мы начали строить мастерскую, чтобы можно было свободно и в любое время показывать людям, которые интересуются нашей культурой. Черное золото полуострова, его целебные грязи, санатории всесезонные и пользуются большим спросом. Долгое время ездили мы в Карловары. Но после того, что наш Крым теперь наш, мы решили, никакой за границей. У нас в Крыму все самое лучшее. Крупнейший оздоровительный комплекс курорта Саки предлагает десятки процедур, а местная минеральная вода здесь даже в бассейнах. После вхождения в российский сегмент санаторий очень стал востребован. И мы получили известность, прежде всего, это Московский регион, это Питер, это наши северные регионы. На лето все путевки почти раскуплены. Надо расширяться. В республике сейчас вообще много нового строят. В прошлом году открылись еще 11 отелей разной ценовой категории. Продолжается реконструкция гостиниц, которые не видели ремонта десятки лет. Алена Евтикова, Валентин Стуканок, Светлана Трофимова, Андрей Бакашев и Игорь Федоренко. Первый канал. Крым.